Приветствую вас! Давайте разберем ваш вопрос. Психосоматика боли в животе у ребенка в условиях проживания с нерадным папой и мамой. Такой вопрос задает аноним. Вопрос достаточно объемный, поэтому я его не буду в данном случае читать полностью. Буду засчитывать и соответственно давать комментарии. Но забегая чуть вперед могу сказать очень кратко, что Психосоматика боли в животе у ребенка очень похожа на протест. Вот, то есть протест какой-то будет, быть может обида при том, что Ребенок у вас для 8 лет, ну, достаточно осознан. Мы с первым мужем развелись. У меня девочка от первого брака в 8 лет. Ну, здесь я бы уточнил первым, я так понимаю, что вот первый брак это вот первый муж, которым вы развелись. Просто уточнить нас на всякий случай. Дальше. Дальше. Ну, развод. В данном случае развод. Это травма, причем, травма как для ребенка так и для вас. И, соответственно, если вы не работали в этом направлении, да, то есть как бы, если бы не прорабатывали, условно говоря, травму, то, ну, какое-то влияние, скорее всего, оказывается. То есть вот, ну, последствия развода, да, они, условно говоря, какое-то влияние оказывают на вас, да, и на то, как вот ведет себя, например, ребенок. То есть это вот, ну, в данном, в данном случае вот, к сожалению, не здесь, вот. Вопрос, который здесь возникает, да, из-за чего развелись? То есть, ну, в чем, в чем, в чем причина развода? Ну, хотя бы, ну, хотя бы, ну, хотя бы, вот, с вашей стороны, да, то есть, вот, хотя бы, хотя бы, вот, скажем так. Ну, вы сами, вы сами, вот, какие в данном случае видите основания, так скажем, для развода? Да? Да? То есть это, вот, на мой взгляд, очень важно, вот, если вы, конечно, хотите в этой ситуации разобраться. То есть, ну, грубо говоря, как вот вы сейчас чувствуете и ощущаете себя и так далее. То есть, тоже бы, собственно, важно, то есть. А, дальше, сейчас мы с ребенком живем с другим мужчиной, да, то есть, как, опять же, складываются отношения с, ну, вашей с мужчиной и ребенком с мужчиной. Вот, очевидно, что ребенок ревнует вас к другому мужчине. Или его ревнует к вас. То есть, тут, нужно смотреть. Родной отец живет далеко, приезжает периодически к ребенку, отношения у них хорошие, они созваниваются по видео, присылают ей подарки, приводят денежные средства на содержание ребенка. То есть, вы имеете в виду здесь алименты. Когда он приезжает в отпуск, кто уделяет ей все свое внимание и время? Ну, поддержка отца, то есть, поддержка, ну, поддержка связи с отцом, это очень здорово. Они посещают различные места отдыха, развлечения, делать мастер-уроки и так далее. Дочь периодически ночует у него. Ну, это, в принципе, очень хорошо. Приключилась такая история. Девочка стала жаловаться на то, что у нее вечером перед сном болит живот. Вот он действительно болит, гастроэнтеролог отмечает усиленную перистальтику и спазну. Почему вы считаете, что это обусловлено именно психосоматикой, я так понимаю, да? Потому что гастроэнтеролог перенаправил вас к психологу. Вот, когда приезжает отец, она остается у него ночевать, то она нормально ложится там спать и не жалуется на живот. Потом, как она возвращается ко мне, сразу начинает жаловаться на боли в кишечке. Ну, это против, это протест. Протест и, соответственно, тревоз, тревозность какая-то. Говорит, что когда она у папы не болит или болит совсем капельку, я ей предложил вместе подумать, с чем это может быть связано. Ну, понимаете, мне бы хотелось, конечно, чтобы вы немножко раскрыли эту фразу, вместе подумать. Говорит, что когда, так, она мне назвала следующую вещь, я полдня в школе, ты и папа неродного, папа на медведь везде на работе. Понимаете, вот при таких отношениях с родным отцом называть отцом неродного, как бы, ну, вашего второго мужчины, это странно. Вот что, тут вполне вероятно есть какой-то конфликт. Так, значит, везде на работе, потом бабушка из школы меня ведет в бассейн, когда нет бассейна, я одна играю или смотрю мультики, потом приходишь ты с работы делаешь весь вечер. Со мной уроки, это занятие мне не нравится. А зачем вы делаете с дочерью уроки, она, она анима, что это, как бы, зачем вы с ней делаете уроки? Вот, уроки-то нужно делать, если есть проблемы с остываемостью, вот, да и то не всегда. Тут, как бы, вот, зачем? Непонятно. Потом мы все вместе ужинаем, потому что все хотят кушать, потом помогать мне почистить зубы и помыться перед сыном. Мне хочется днем больше внимания, чтобы мы всегда вместе что-то делали и занимались чем-то с интересом. Вот чё вот означают всегда? Что значит всегда? Одно дело, одно дело если это просто оборот речи, и другое дело, если это, вот, так скажем, действительно она хочет быть старыми с вами. Ну да, вот это вот вероятно и есть эта проблема, что вы с ребенком не занимаетесь совместной деятельностью никакой. Так, потом ты лежишь со мной перед сном, болтаешь, обнимаешь ключашнюю сказку и уходишь спать в комнату с папой. Я стою со мной в своей комнате, у меня возникает чувство одиночества, тебе хорошо, ты с папой спишь, у тебя есть кому защитить. Защитить, мне не нравится спать одной, не хочу спать воннимку с игрушками, они не живые, я вообще не люблю ночи, не люблю спать. Ну здесь я бы сказал, что ребенок для 8 лет слишком сильно как будто бы привязан к нам, у нее нет детей, у нее нет друзей как будто бы, да, и взорваться на ребенка, суть по всему вот, ну вот она говорит, что тебя есть кому защитить, а от чего защищать ее. Скорее всего здесь может быть речь о чувстве вины за то, что вы родились с первым. Мужчины, дети очень, ну дети часто могут брать вину на себя за это, это очень похоже на чувство вины. Гастроэнтеролог не помог, перенаправил нас к психологу, в смысле не помог, что это значит. Мы начали очно ходить с дочкой на консультации, но пока результата нет. Кто мы, опять же, если консультируется дочь, консультируется дочь, если консультируется с вы, консультируется с вы. Что значит мы, кто мы, нет никаких мы в данном случае. Ну то есть да, вы, вы, понятное дело, вы можете ее привести к психологу, понятно, что сама она, вероятно, от вашего дома до кабинета еще не дойдет. Но консультация проводится только с ней или только с вами. То есть как бы как это происходит, что значит она консультируется, а вы при этом присутствует или что, или как это происходит. Ну вот, то есть тут вот, по поводу того, что результата нет, это здесь выдает какую-то вашу нацеленность на результат, но психотерапия, она, в общем-то, действует не то, чтобы на результат, а на расширение понимания себя. Вот, поэтому тут как бы, ну какого результата вы ждете, что у нее просто пропадут спазмы в животе. Ну вот. Дальше, эм, так, я анализирую, как он пристроится за мной, чтобы решить проблемы. Так вам, с психологом нужно поговорить. Вот. Зачем самой-то это делать? Мне адресит вопрос о том, какая роль моего нынешнего мужа во взаимодействии с ребенком. Но, эм, говорить о роли можно только в контексте ваших взаимоотношений с ними. Вот. Об этом вы почти ничего не пишете. Они практически не взаимодействуют, редко и очень недолго. Сначала так не было, а со временем начало сходиться на нет. Что-то изменилось. Вероятно, наличие ее родного отца. Может быть, что-то еще. Дочь видит, что хочет взаимодействовать, но взаимодействие на муче отказывается, отдыхает, поскольку устает от работы или занимается своими делами. Опять же, вне контекста ваших отношений, это просто, просто факты. Ещё она боится его. А какие основания? Возникает ситуация, когда она говорит мне, что это научка, или говорит, что к папе не рассказывает. Я спрашиваю пшекмена, говорит, папа очень строгий. У нее возникает страх, папа будет ее ругать. А, ну, основания-то какие, то, что он очень строгий. То есть как эта строгость проявляется в этом смысле? Так. Тем не менее, она к нему тянется, обнимает, подходит к нему, хочет побалдать, что-то показать. Как бы... Это нормально. Вопрос повторюсь. Конфект ваших отношений с мужем и... Что изменилось? То есть почему раньше было так и сейчас так. Так. Я мечусь между двух огней, дать внимание ребенку и мужу. Ну, это плохая история, потому что здесь все находится в треугольнике, как Гармона. Раз вы мечетесь, стараясь дать внимание ребенку, то мужу, то, соответственно, получается, что они как бы борются за ваше внимание. Вот, возникает конкуренция, соответственно, что ребенок в этой конкуренции будет проигрывать. Дальше. Я то с дочерью, то с мужем. Это тоже деструктивная модель поведения, потому что вам нужно быть ни с тем, ни с другой. Вам нужно, в первую очередь, быть с собой. И для себя, внутренне, как бы определить место в каждой из них. Я то деду допустил, ошибку расслабил, так и остаться. Ну, то, что вы мечетесь, это ошибка. Мне не хватает понимания. Понимания чего? Мне кажется, вам не хватает не понимания, вам не хватает не понимания, а вам не хватает доверия себе. В семье с родным отцом ребенка мне было все ясно, здесь не очень. А ясно, в каком смысле ясно? Несмотря на то, что было ясно, вы с ним развелись все-таки. Понятно, что ребенок не родной для моего мужа, но его функция не состоит в том, кто заменит родного отца. Но как ему необходимо взаимодействовать с ребенком, который является членом семьи, так это, мне кажется, у него нужно спрашивать. Вы же не думаете, что мы скажем, как он должен взаимодействовать? Это вытекает, повторюсь, из контекста вашего взаимодействия с мужем. Общение, совместные занятия и другое. Понятно, что это зависит от его желания и готовности, взаимодействовать ли и как именно. Никто заставлять его не будет и не должен. И все, наверное, ответственность за что-либо в этом вопросе. Это весьма специфический вопрос. Психолог ни на кого не будет разлагать ответственность. Кроме того, повторюсь, для этого очень мало информации. Если он женился на женщине с ребенком, то ребенок это сугубо ее дело или его тоже. Зависит от контекста взаимодействия с женщиной. Если общение мужчины с женщиной носят формальный, формализованный характер, акцентированный на гендерном взаимодействии, то в этом случае получается, что ребенок действительно дело женщин. Если общение личностное, если общение подразумевает соприкосновение многими сторонами, то ребенок становится естественным образом и его делом. Его делом тоже. Это зависит от контекста. На чем может быть основана психосоматика боли в животе у ребенка в текущих условиях? Ну, в принципе, я сказал. Я, мне показалось, что вы как-то вот как будто бы хотите обменить своего мужа, ну, второго в том, что происходит. Вы, конечно, можете это сделать, но толку об этом вам особо не будет, можете мне поверить. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...